Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Налоговая предъявляет претензии к заводу по сделке. Участником которой был один Леонид Ефаркин, сказал Киселев. По его словам, завод в продаже муниципальной земли не участвовал. Но заплатить должен, по мнению налоговый, завод, а потом требовать деньги с Ефаркина, с которого по статье об уходе от уплаты налогов обвинение сняли. Киселев добавил, что заводу предлагают интересные условия в Иннополисе, в Татарстане, и только необходимость смены лицензии Минобороны удерживает предприятие от перерегистрации. Программа Экономика. Автодор без торгов получил землю под мусорный полигон. Его предприятие получает в аренду и планирует построить уже в этом году. 140 миллионов рублей оценивается объем инвестиций. Возить туда планируется мусор из Свечинского, Шабалинского, Даровского, Котельнического районов и города Котельничья. Поблизости должна появиться мусоросортировочная станция. Это перспектива 2023 года или более позднего времени. Экономика. На 101 АФ. Бизнес может до февраля направлять уведомления о переходе с ЕНВД на ОСН. Как пояснили в налоговой службе, те, кто решил работать по упрощенной системе налогообложения, должны уведомить налоговый орган о переходе не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанностей по уплате ЕНВД, то есть не позднее 1 февраля. По подсчетам УФНС в Кировской области почти 6,5 тысяч налогоплательщиков должны были с января начать применять иной налоговый режим. 4% все еще не сообщили налоговым органам о своем выборе. Иначе они автоматически будут переведены на общепринятую систему налогообложения. Экономика. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Банк Хлынов успешно продолжает развивать бизнес и повышать свою финансовую устойчивость в непростой для рынка период. Присвоение рейтинга является важным этапом на пути к реализации стратегических планов, отметили в банке. А у КБ Хлынов лицензия номер 254. В завершение валютах доллар сегодня 73,97 евро 89,33. Ольга Борезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» 101FM